И всем привет, с вами Игрик, и сегодня мы будем делать с вами вот такую ловушечку. Честно говоря, пришлось её сделать примерно такую. Если вы хотите сделать её более эффективной, то вам, скорее всего, придётся её делать примерно вот такую, или может там чуть-чуть поменьше. Если вы хотите менее эффективную, но менее затратную и экономную во времени на ресурсах, то вот такую примерно. Ну, там её чуть побольше округлить нужно будет, по сути, чтобы по-любому чувак провалился. Итак, ну а в принципе всё то, что нужно сделать, это нажать на нас сундучок, и всё. Вот, да, пожалуйста, мы провалимся под сыпучие пески, и ничего мы не сделаем. По крайней мере, в лоди-седьмом, что-то как-то слишком быстро песок исчезает. Вот такой вот у меня здесь, так сказать, кратер. Вот такой вот большой, а мало ли просто, есть люди, которые додумаются, что это ловушка, что они нигде не видели официально такого. Они просто, например, залезут сюда, и поломают эти блоки, чтобы открыть сундучок, а потом уже не смогут выбраться, в общем-то, толком. Даже вот так вот, если пробовать прыгать, то всё равно не долетаешь. Ну, что-то я примерно вот так просчитал, сколько здесь нужно сделать более-менее меньше. Но, в принципе, это получилось только вот так вот. Хотите, можете сделать её больше или наоборот меньше. У меня пока что-таки так. Так, и так, в принципе, сейчас мы переходим к нашей построчке, к маленькой. Я буду на ней всё это показывать, потому что, ну, там реально очень долго эта сеть застраивать. И так, сейчас мы вот просто подходим к сундочку, и всё, и проваливаемся вот сюда вот. Такс. Сейчас я вам заценю весь механизм. Кстати, чтобы выключить его, чтобы он там во льда не лилл, если нужно, то отношать теперь, да и всё. И такс. Честно говоря, я до этого додумался, ну, по крайней мере, эту ловушку делал, и примерно думал, как это сделать, потому что я это видел. Вот такой вот механизм на ПК-версии. Там какие-то чуваки, два чувака каких-то снимала. Это, эту ловушечку, она была, поменьше она была вот такой вот, примерно. У них это всё было на ликом поршне. Именно он взаимодействовал так, с водой, то что, а, не с водой, то что, ломала, в общем-то, ой, фейл, фейл, вот эту табличку нашу, и, в общем-то, вся эта табличка, реакция, таблички, которые были друг другом соединены, он, этот блок, поршня ломал их, и всё. В принципе, там реакция шла, и все дощечки ломались. Здесь всё пришлось не делать с водой, и с паутинкой. Сейчас я вам зацениваю этот механизм. Так, сейчас я расчищу, чтобы было понятно. В принципе, тут сам механизм-то маленький, но, вы, очень он прям маленький. Мы примерно отводим вот наш тут сундук. Он стоит на блоке, по сути. Дальше потом мы ставим повторитель без задержки. Хотите задержки, хотите без задержки. Тут разницы, в принципе, и нет. Но более эффективное будет без задержки. Не кликая по, вот, по повторителю, а без клика. Так вот, у нас сундучок стоит на блоке, а мы сзади него, вот, сейчас его тут уберу. Вот, именно стоя возле сундучка, со стороны сундучка ставим повторитель, так вот. И он должен быть на один блок ниже, чем наш сундучок. Дальше потом от него мы идём редстоун прямо. Потом спускаем его вниз, вот так вот. Можно хоть влево, хоть вправо, смотря где у вас будет стоять раздатчик. Лучше всего, чтобы это было вот так вот на один блок ниже ещё, как у меня это сейчас сделано. Под этим вот редстоун пылью у нас стоит раздатчик, в котором загружена вода. Дальше потом мы прокапываем два блока вниз, начиная от раздатчика, как наш идёт. Вот, раздатчика один блок, прямо, и как бы два блока нету внизу. Дальше мы там ставим сюда паутинку. Сейчас, где у нас паутинка наша, где нужно ещё песок взять. Паутинка... Так, сейчас её найду. По-моему, она... Нет, она не здесь, а. Козырю линию. А, у нас она, по-моему, вот в этих блоках. Так, с паутинка, смотрите, мы как бы паутинку ставим через блок, вот сюда вот вниз. Как бы на два блока ниже, и идёт всё это от повторителя, ой... От нашего раздатчика через блок. Дальше потом на него мы ставим... Сейчас, три блока. Вот так вот. Песка. А, да, в принципе, это всё. Дальше потом, от самого нижнего блока песка мы идём... Ставим нашу, как сказать, связь из табличек. Так, сейчас я их найду тут. Опять я не подгадавился. Так же, как в прошлом видео. Так, вот наша табличка. Ну, просто так таблички ставим. Так, сейчас я спущусь. Вот так вот реакцию проводим. Не реакцию, это... Так, в длину. Такс. И теперь вот так по краям тоже соединяем. Такс, ты мне здесь не нужна. Вот так вот ставим эти таблички. Я думаю, что вы знаете, как это ставить. Здесь это не надо, полиция будет. Вот так вот. Это понятно, что я сейчас делаю. Просто ставлю так таблички. Таблички на таблички. Чтобы, в общем-то, держался наш песочек. И такс. И, честно говоря, я сейчас поясню, почему нужно вот ставить здесь два блока песка, а не один, как у меня. В общем, там можно было бы и сделать. Это специально, чтобы мало ли кто-нибудь подумает, что там какая-нибудь ловушка, и он просто покопает хотя бы на один блок вниз. В принципе, это, наверное, в 10% большая радость от того, что попадется противник, как игрок на сервере, например. Если вы это будете строить, это будет логичнее. Ну, на больше, на 10% примерно больше вероятность, что сюда попадется какой-нибудь чувак. И такс. У меня здесь сделана паутинка внизу. Я, честно говоря, не знаю, как делать с паутинка в Minecraft Edition на 14-й версии. 0.14.0. Ну, я думаю, что к первому буруду это сделают, чтобы можно было самому делать эти паутинки, если этого еще нельзя делать. Я это пока же таки еще не проверял. Итакс. Вот то, что мы таблички поставили, мы сейчас ставим в два блока песок. Вот такс. Выстроим это все. Да, если мы это ставим как слишком высок, то он просто у нас поломается. Если мы будем его ставить вот сюда, то он просто падает через дощечки, через таблички, через нашу. И это, в общем-то, неприкольненько. Такс. Мы ставим вот так вот, вот так вот. Вот уже почти все-таки застелил. Кстати, можно там, где у меня стояла паутина, там можно хоть лаву поставить, хоть ничего не поставить. Просто там расчистить такую, так сказать, дыру вниз, там блок, наверное, в 30 и то и более, чтобы по-любому чувак разбился, из него выпал весь лут, и можно было это собрать. Итак, сейчас мы это примерно так крадим нашими ступеньками. Где наши ступенечки? Так, чуть-чуть я... А, вот они. В ступенечке есть печенника. Надо что-то делать в пустыне, но это и так понятно, потому что пустынный окрас. Блин. Я привык к табличкам, потому что нужно нажимать в бок. На... На иконочку закрыть. Потому что я реально замочился, пока оставил здесь дофигища табличек. Потом еще на него и песок. Ну и перед этим еще и паутинку нашу. Чисто можно еще так же сделать, так сказать, попортить реально нервы чуваку. Потому что оно, по-моему, еще нету в этом, в Майнкрафт-версии П.Е. Ээээ... Падал. Это было бы, вовсе-то, прикольно. Помочь нервы чуваку, заставить его ждать. Ну, в принципе, я все объяснил, что хотел заценить в этом видосике. Я еще на всякий случай построю, так сказать, свою ловушечку. Здесь миниатюрненькая такая, чтобы, ну, всем было понятно. Более поподробней. Может кто-нибудь как-нибудь решит изменить. Такс. Ладно, этот уберем. Такс. Сюда еще уберем. Раздатчик. Раздатчик. Эээ, паутинка нам нужна. И вот, в принципе. Тут даже без паутинки чисто заценить вам то, как это сделается. Такс. А, да, я забыл про нашу. Такс. Сейчас. Ммм. Черт, я забыл, что искал. А, повторитель. Ставим вот так вот. Вот здесь вот так же. Вот так. Этому так сбоку. Чтоб он у нас вверх не смотрел. Нужно на шифте вот так падать именно на этот раздатчик. Как ставить этот красный факел. Все. Так, загружаем сюда воду. Вот мы открываем тут наш сундучок. И, в общем-то, вода разливается и ломает наши таблички. Ну, ломает паутинку. В общем-то, на которой стоит песочек. Вот сейчас тут песочек. И песочек падает, ломает все дощечки, на которые он стоял. На, как... На которые на нем стояли, на этом песочке. Отключается это вот так вот. Ну, просто нажимаем на сундучок. Можно сюда в сундучок сложить какой-нибудь мусор, чтобы задержать хоть как-то челок. Наш вот этого противника. Чувака на серве. Может, ну, пока вот эта вода разливается, еще и повторитель стоит. Чтобы, в общем-то, сигнал-то шел. Я это сделал. Повторитель поставил сюда чистый, чтобы было менее паленей. Потому что можно за сундуком просто так. Сейчас. Чуть-чуть не то делаю. Ставим на shift и ставим лоб. Вот. Чтобы, в общем-то, сзади это было не видно. Можно просто там провести редстоун. Это будет чуть-чуть паленней. Хотя, ну, процентов, может, на 10. Только меньше будет случаев того, что попадется кто-нибудь. В принципе, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых. Таких вот четких видосиков. Четких механизмов и ловушек. У меня еще сейчас, когда выйдет, вот, 0.141. Я все жду его, не дождусь. Я буду снимать летсплей. Да, у меня есть там такая мини-идейка. В общем-то, это обычный летсплей. Но такой, так сказать, с изюминкой. Пока что-таки я буду сейчас снимать шутер такой кубический на Android. В общем-то, у меня есть что заценить чуть-чуть. Ну и, в общем-то, я все расскажу потом, именно в том видео про шутер, когда буду снимать. Ну что, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok